Ну а наша программа продолжается, и прямо сейчас поговорим чуть более подробно об одной из кинопремьеров, о которых шла речь в рубрике «Большой экран», а именно о драматической картине «Чернобыль». Ну а кто может лучше всего о ней рассказать, как о ней режиссер, продюсер и актер, который сыграл в ней главную роль у нас в гостях, актер театра и кино, заслуженный артист России Данила Козловский. Данила, здрасте. Здравствуйте. Данила, поздравляю вас с большой премьерой. Действительно, события, о которых повествует фильм, о них очень непросто говорить вот так, просто в разговоре, а уж тем более снимать кино. Но мой первый вопрос, что послужило отправной точкой к тому, чтобы началась работа над фильмом? Или кто или что обратил ваше внимание на эти события? Отправной точкой я могу назвать предложение Александра Фимовича Роднянского взглянуть на текст. Я посмотрел текст, даже не было сценария, это был просто некий синопсис. Дальше я прочитал сценарий, и он меня очень сильно тронул. Это был очень живой, пронзительный текст, который нуждался, безусловно, в дальнейшей работе, но уже было понятно, что это очень серьезно, подробно и достоверно, и очень эмоционально. И дальше мы встретились с Александром Фимовичем Роднянским, обговорили условия, и решили производить эту картину вместе, как партнеры и продюсеры в том числе. Ну вот после специального показа, который был в Ростове, на который, собственно, приехали, я увидел, что была проделана колоссальнейшая подготовительная работа, и она заключалась наверняка в том числе в изучении каких-то интервью ликвидаторов, свидетелей. Безусловно, конечно. Была какая-то история, которая вас зацепила больше всего? Хотя я уверен, что там все были. Там все были, там такое количество было историй. Допустим, когда пожарные рассказывали про первый пожар, который случился фактически сразу после взрыва, после его ночи 26 апреля, после катастрофы в самом реакторе. Там такое количество подробностей было. Можно было брать каждую судьбу и отдельный фильм снимать. И там, ведь помимо пожарных, там были инженеры, и там наладчики, и врачи, и медсестры. И я сейчас боюсь как-то путаться в должностях и в профессиях около как бы индустриальной, внутри как бы индустрии атомной. Там же огромное количество как бы профессий, которые так или иначе все участвовали в ликвидации аварий и так далее. Но одной из самых таких пронзительных вещей для меня была чернобыльская молитва Светлана Алексеевича. Светлана Алексеевич, я вспомнил. Это художественное произведение, все-таки основанное на реальных судьбах людей, но в таком художественном уровне. И, конечно, мне как артисту-режиссеру, человеку из мира, из этого мира, из художественного мира, безусловно, вот сейчас вы меня спрашиваете, я это могу тут же привести как пример. А, кстати, один из продюсеров, с которым вы работали над картиной, вы упомянули, Александр Алексеевич Раднянский, я правильно понял, что он чуть ли не на третий день приехал. Он же был режиссерным документалистом, он снимал, да? Он что-то вспоминал об этом, рассказывал вам? Ну, он какие-то вещи рассказывал, безусловно, конечно. Я, по-моему, в своем первом письме, когда он мне написал, он мне рассказал о своих каких-то впечатлениях от своей поездки. Ну и дальше потом, при изучении материалов, при работе и при встречах с ликвидаторами, много, ну, так сказать, я просто много узнавал, чего похожего, о чем у меня рассказ было. Мне интересно еще вот что. Одним из мест съемок была Курская атомная электростанция. Я прочитал, что вы говорили, что это был прям настоящий подарок для съемок. Как удалось заполучить вообще реакция Росатома? Это очень хороший вопрос, потому что вначале, когда мы обратились в Росатом, мы, конечно, получили резкий отказ. Я могу понять их реакцию. И это долгое время были сомнения, опасения, потому что приходит, условно говоря, молодой человек, режиссер, популярный, прошу прощения, там, ну, известный артист, говорит, хочу снять кино про Чернобыль. Безусловно, это вызывает, ну, как сказать, некое недоверие, потому что тема очень сложная, личная, для многих очень больная. И как вот правильно пройти по этому тонкому льду, чтобы быть и честным, и правдивым, и не обидеть, и максимально объективным, и так далее, это очень сложно. И полгода где-то мы, 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 они вообще отговаривали. В самом начале у нас был разговор в кабинете одного большого начальника, который нам очень впоследствии помогал и поддерживал нас. Но вот я сидел с представителем Росатома, и меня всячески отговаривали. Говорят, Даня, не надо вам снимать это кино. Это был такой очень эмоциональный разговор на протяжении нескольких часов. И потом постепенно, в дальнейших переговорах, мне как-то удалось найти, видимо, какие-то правильные слова для того, чтобы, ну, как-то убедить их хотя бы, хотя бы как-то прислушаться ко мне. А дальше уже и поверить, и пустить на атомную станцию, потому что, конечно, мы, по-моему, первые кинографисты в мире, которых пустили на такой стратегически важный и огромный обед, как атомная станция, которая охраняется там, как, ну, как, я не знаю, что вообще. И там есть пятый недостроенный энергоблок, тот же самый архитектурный, тот же самый тип реактора ЛМК-1000, который был построен по одному и тому же архитектурному проекту, что и станция в Чернобыле. И, конечно, только там можно было снять, вот, только там можно было снимать кино. В противном случае надо было строить декорации, и все равно не получилось бы так, естественно. А мы хотели такой абсолютный документ, как бы вот в этом эпизоде конкретно, такого вот документального ощущения. И в этом смысле нам они очень сильно помогли, и реакция «Росатома» на фильм была очень хорошая. Они посмотрели картину и, в общем, сказали, что мы, наверное, были не правы, что мы не поверили сразу. И мы очень рады, что у нас, в общем, наши опасения не оправдались, и ожидания превзошли, результат превзошел, все ожидания. Елена, я предлагаю прямо сейчас ненадолго прерваться, посмотреть трейлер фильма «Чернобыль», а затем продолжим наш разговор. Пожалуйста. Не сгонись! Он сейчас радиоактивный объект, ради контакта минимума. Такой же дырной, как 20 лет. Почему ты меня тогда бросил в торт? Помните, на море поедем жить, как ты и хотела. Мы продолжаем разговор с продюсером и режиссером картины «Чернобыль» Данилой Козловским. По поводу реалистичности. Я в одном из интервью прочитал, что вы полностью отказались здесь от съемок на зеленом фоне. Почему так? Я не люблю хромакей, потому что я не могу до конца позволить себе зависеть от специалистов капитальной графики, которые просто ходят и говорят, что старик не переживает, там все будет красиво. Все будет нормально. И кто будет, как будет нормально, где будет нормально, я не могу. Но это не та картина, не тот способ рассказа этой истории, не та интонация, где может быть много зеленого хромакея. Может быть там где-то на фонах, чтобы потом что-то там дорисовывать. Но именно по этой причине мы снимали все водные сцены в реальных декорациях. Не в бассейне, а мы построили свои действительно большие декорации, трехэтажные подреакторных помещений, затопили их водой. И внутри этих декораций снимали специалистами подводным съемкам. Именно поэтому нам так важен был пятый недостроенный энергоблок. Потому что нам оставалось только завести исторический транспорт, пиротехнические средства, все это поджечь и пойти в камеры в вагоне. А у вас же настоящие пожарные сцены? Конечно. И именно по этой причине настоящие пожарные. Потому что я понимал, что никто не повторит, ни один талантливый гениальный артист и артисты Максов Сен не повторят жесты, пластику, взгляды, их язык, при котором они там общаются во время операции. Как они там раскатывают магистраль, как они выпрыгивают из машины. Но это невозможно, а это сразу дает ощущение подлинности происходящего. Ну, как и в любой картине, которая взята из основы исторические события, у вас полностью была передана эпоха того времени города Припять. И даже был кастинг реквизита. Немножко буквально расскажите, что это представлялось. Да, мы до себя с моими художниками и по костюму с художником-постановщиком, с художником реквизита сразу поняли, что мы хотим, чтобы у нас были аутентичные настоящие вещи. Мы понимаем, что это очень сложно, а это дорого. Но раз они есть, а они есть, их просто надо очень сложно и подробно искать, значит, мы должны это сделать. Я приходил в офис, у меня такой длинный коридор в офисе, у нас как на барахолке, как на рынках 90-х выкладывали все, что было найдено. Пепельницы, зажигалки, очки, бумажники, папки, зажимы для галстуков, телефоны, дозиметры, кувшины. Ну, то есть, ну, все, что можно. Я просто ходил, так, это в эту сцену, это сюда, это сюда, это берем, это найти такое еще в низких дублях, это не нужно, это слишком современно, это отлично, хрусталь прекрасный, берем и так далее. Звонили по бабушкам, по дедушкам, по, там, Авито, ну, где мы только что-то не искали. Северопонитки, в общем-то. То же самое было с историческим транспортом. Меня просто привозили в поле, где стояли лиазы, не знаю, там, пазы, карусы, кареты скорой помощи, милицейские машины, буханки и так далее. Мы говорили, так, это отлично, это работает. То есть, да, входили с камерой в машину, понимали, что здесь мы развернемся, здесь нам удобно, здесь мы можем, а здесь давай эту машину не будем использовать, потому что она, в принципе, не очень, как бы, годится. Ну, и так далее. И то же самое было и с вещами. Порядка трех тысяч единиц у нас живых вещей того времени. Моя рубашка, допустим, игровая, она старше меня на один год. Мои джинсы, мои ровесники. Кеды, по-моему, младше мне на один год. То есть, мы все, мы ставили задачи, у Оксаны Акиныши, у ее героини тоже все платья, все туфли, сережки, все абсолютно того времени. У меня вопрос, кстати, где был взят знаменитый киевский торт, который был в самом начале? Я просто могу... Я сказал своим реквизитам, говорю, ребята, я фанат киевских тортов. У меня даже есть мой очень хороший товарищ, художник по гриму. Он киевлянин из Украины. И он, когда еще можно было спокойнее ездить, сейчас, к сожалению, это нельзя, он мне привозил каждый раз киевский торт свежайший. Он говорит, прям, вот это свежий киевский торт, ешь его сегодня, потому что завтра он уже не свежий. Я говорил, ребята, я фанат киевских тортов, поэтому я должен на площадке иметь свежий киевский торт, чтобы я мог его есть, чтобы могли его резать, чтобы у меня был этот хруст ножа, прикосновение ножа с тортом. И чтобы люди захотели его попробовать. Поэтому это настоящий киевский торт, который был, собственно говоря. Ну, понятно, что это не настоящий киевский торт, потому что он не из Киева, но все, что могли в Москве сделать по рецептам, то делали. По поводу обратной связи. Вы проехали уже много городов со специальным показом фильма. Обратная связь. Были ли на показах именно ликвидаторы, свидетели? Что они говорят? У нас были... Мы показывали картину в Курчатове. Я очень рад, что мы сдержали свое обещание, данное мною, когда мы там снимали, что мы приедем, одним из первых покажем картину. Мы показывали Курчатове ликвидаторы. Мы показали позавчера в Сосновом Бару, где находится Ленинградская АЭС, где тамошний директор станции, Перегут Владимир Иванович, очень помог и поддержал нас, когда мы начинали только вообще развивать эту историю. И там мы тоже показывали ликвидаторам. Мне не совсем, не очень неловко пересказывать, потому что реакция была очень эмоциональная, очень, очень, ну, в общем, для меня очень сильная. И беседа, которая была после, в общем, и содержательная, и интересная. Они вспоминали свою жизнь и свои эпизоды, каждый личный, связанный с этим временем. И очень эмоционально реагировали на фильм. Это были очень интересные, такие, ну, содержательные, эмоциональные вечера. Данил, ну и чтобы подвести итог нашему разговору, вы пережили эту историю и как режиссер, и как продюсер, и как актер. Почему зрители должны обязательно посмотреть это? Спасибо большое за этот вопрос. Мне кажется, сегодня в основе своей кино это такой чистый интертеймент, развлекательный продукт, что тоже замечательно, тоже очень правильно. Но мы своей командой предлагаем зрителю испытать эмоциональные переживания вместе с героем. Мы рассказываем об очень личной истории, об истории любви героев на фоне реальной глобальной техногенной катастрофы, которая произошла. И в этом смысле, мне кажется, этот жанр очень любим нашим зрителям, когда мы следим за очень конкретными людьми, за очень конкретными судьбами, которые развиваются на фоне действительно масштабной трагедии. И в этом смысле все, что связано с самой трагедией, именно эпичностью масштаб, мы попытались возвести максимально достоверно, максимально объемно и, ну, в общем, так сказать, с точки зрения производства масштабно. При этом это очень личная любовная драма между людьми и, мне кажется, такой жанр, сейчас повторюсь, нас здесь очень любят. И это тот редкий случай, когда мы предлагаем эмоционально сопереживать героями. И я уверен, что так и будет, когда все вы, дорогие друзья, придете в кино, чтобы посмотреть драматическую картину «Чернобыль». А у нас в гостях был ее режиссер-продюсер и актер, сыгравший главную роль в этом фильме, заслуженный артист России, Данил Козловский. Спасибо большое. Спасибо.